Сегодня мы встали в 5 часов утра в 5.30 и выехали в 6.00 и пока что нам везет. Надо проехать максимально далеко. По пути мы приехали вот сюда. Это как легендарное место? Да. Довольно мило. Короче, индонезийское движение и индонезийские водители – это просто отдельная история. Потому что они вообще не умеют водить. Такое впечатление, что они бесправ сели, вот по наитию как-то едут и все. То есть либо они такие, как будто бы при смерти, там, за рулем, и вообще ни вправо, ни влево, то вот он едет посередине дороги, посередине. Это циклист, скажи, это не циклист, это на мотороллере. На мотороллере. Среди дороги. Вот эти вот, мотороллеры. Едет посередине дороги, ни вправо, ни влево. Блин, ты сзади едешь и плетешься за ним 20 км в час. Ты бибикаешь ему, чтобы он уступил. Ты ему моргаешь, чтобы он уступил, он едет. Ему вообще наплевать. Машины иногда так медленно едут, что просто вот… Не знаю, мы ехали на серпантине, и там человек 30 км в час едет. И серпантин-то не самый худший. Это можно 60 ехать без напряга. Да, в том-то и дело. Они, блин, реально не умеют водить. Очень сложно с ними идут. Какие-то неповоротливые, не все. Да, врачу? Да, да. Мы медленно приближаемся к вулкану Брома, на который мы хотим подняться. Очень медленно. Наша средняя скорость 35 км в час. И мы сейчас остановились покушать, и заодно задали вопрос с помощью переводчика. По-английски здесь сам никто не говорит. А сможем ли мы доехать до Брома на нашей машине. И нам сказали, о, а Брома сейчас извергается. Очень странно. Так, нет, там, говорит, закрыто. Поедем, посмотрим, что там закрыто. Непонятно. Извергается. Что-то мы не слышали ничего о таком. Что-то ничего не слышали о таком. Что-то непонятно. Что-то непонятно. Сейчас разберемся. Едем на Брома. Очень красиво. Но дорога очень страшная. Во-первых, здесь становится прохладно. Но это не имеет отношения к страшности дороги. Дорога узкая. Покажи дорогу. Всего одна машина помещается. Там байки в аренду сдают. Да. И по бокам, в общем, обрывы. Так что, если ты не вписался, извини. Нам еще ехать 13 км. Пусть она спустит дальше. На Брома мы не попадаем. Все закрыто. Потому что на Брома извержение. Это просто суперудачный кимо. И вот сегодня, или не знаю, когда там началось это извержение, все перекрыто. И никого не пускают. Много рукой пальчик делать. Ой, господи. Быстрее, быстрее, быстрее. Не знаю, в общем, мы едем через Брома и через Семеру вот так вот сквозь парк. Опять на третью шоссейку, потому что мы больше никуда не можем попасть. Что за странная? Буд something. Что за странный звук? Мы плывем на пароме на Бали. На Бали. Паром стоит 140 тысяч. 146. Тут крайне неприятно сидеть. Паром отходит каждый час. Тут крайне неприятно сидеть. Да, из машины лучше выходить, потому что когда сидишь в машине, она начинает плавно качаться. Становится очень неприятно. Да, супер неприятно. Кто-то готов уже к Балевантину. Молодец. Вода просто так поступает. Приехали мы вчера на Бали, приехали мы сюда в 5 утра. Здесь просто какая-то жопа. Я думала, что Бали это такое райское место, где пальмы, белоснежный пляж, никого нет. Как бы все круто и классно. Там ты лежишь на пляже, так убьешь коктейли. А оказалось, что здесь куча пьяных тел валяются. Странные. Скажи, что здесь безумно жарко. Здесь куча иностранцев. Здесь очень узкие дороги. Врачу? Да. Да. IBLE. Бали. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok